всем привет снова здравствуйте по просьбам сделать видео про джина какого-нибудь начнем наверное с его лампы как сделать лампу в the brush чтобы ну по-быстрому опять же самый простой вариант который можно сделать ну чтобы более менее было нормально да поехали так открываем наверное куб вытягиваем его и все как обычно edit make polymesh и будем работать вот такой вот уже по прошлом видео известной кистью curve letter ну самая прикольная самая быстрая и варианты нормальные у нее получается так давайте нарисуем тело наши лампы так и вот так вот давайте придадим ей форму вот что-то в таком духе сделаем и поработаем немножко с низом так пускай это будет наверно то вверх вот эта часть а вот эту часть давайте еще немножко подкорректируем сделаем немножко фигурной а вот эту часть сделаем более менее такой изогнутой что ли вот так а эту чуть чуть сделаем пухлую вот так и вот эту часть немножко вот так вот вот в таком духе вытянем вот у нас получается уже несколько частей которые уже пригодны для работы так надо с корпусом немножко разобраться чтобы корпус у нас был вот так вот вытянутый и немножко вот эту часть сделаем более такую фигурную выпуклую вот так вот получается прикольно ну а теперь жмем на куб и давайте сделаем сплит сплит тупер все куб нам пока не нужен мы его отключим переключимся на нашу модель вот такая она у нас получилось так теперь мы по сетки давайте выровняем как она у нас тут должна быть вот так вот и поработаем немножко ротации вот так вот смотрим на эту часть вытягиваем вот так вот и немножко тут корректируем вот теперь с помощью мов перетягиваем ее так вот центруем так смотрим теперь x все нормально симметрия есть ну и теперь что нам нужно сделать надо отделить вот эти все части которые нам понадобятся именно для модели заберем вот эту часть сделаем дубликат переключимся на дубликат и поработаем резкой резку ставим тимрек вот так вот и вот так вот ее обрезаем так делаем опять дубликат смотрим что у нас тут получилось и забираем вот эту тимпу верхнюю вот где-то вот так мы заберем и вот с этой частью заберем вот эту часть вот так мы его уберем и вот так мы его здесь обрежем вот так вот включим теперь все наши саптулы кроме куба и давайте поработаем теперь ротации так сначала поработаем наверное вот с этим вот этой моделью центральной вот так мы и включим смотрим как она центрованная где у нас выходят симметрия ставим мов вот так вот вот тут у нас получается симметрия значит вытягивать будем ее вот отсюда ставим вот так вот отключаем симметрию выравниваем ее вот именно чтобы вот так сверху вид был и вот так вот ее сплю с ним а теперь с помощью мов мы ее переведем вот сюда вот так вот вот таким образом так теперь поработаем с нижней частью вот так отключим симметрию включим ротацию и развернем с помощью мов опустим вниз вот так вот так ну и теперь поработаем с пимпой пимпу просто уменьшим жмем и так же и вот так вот устанавливаем наверх корректируем еще немножко уменьшаем вот так вот и немножко тут мы ее уже откорректируем вот таким образом так вот все у нас тут намечено все вроде пока готово тут еще можно вот эту вот пимпу верхнюю крышку чуть-чуть вытянуть ставим мов и вот так вот ее вытягиваем и немножко ее вот так сплю с ним и с помощью можно еще даже ее немножко вот так вот сплю снуть все нормально все пока пойдет больше не надо потом подкорректируем нижнюю часть сделаем чуть-чуть так сгладим и она сядет на это место или добавим сюда какую-нибудь еще часть так ну что вот такая прикольная получилась у нас пампа ну теперь надо добавить вот сюда вот носик носик заморачиваться не будем опять же с этим с рисовкой сделаем наверное его цилиндра жмем аппенд жмем цилиндр переключаемся на него и теперь опять в любимый мой геометри сайс уменьшаем вытягиваем вот так вот еще немножко уменьшаем смотрим как он выглядит сверху чтобы он не был слишком маленький можно чуть-чуть его так вот прибавить и немножко вот так вот сплюснуть вот таким образом так теперь мы его делаем ротацию вот так вот делаем мов вот так вот и немножко вот тут вот так вот подкорректируем и немножко уменьшим так смотрим как он смотрится сверху вроде неплохо так ну надо его немножко наверное ротации чуть чуть еще подкорректировать и немножко мовом и немножко мовом так вот что то такое получается теперь ставим граф сайс побольше ставим shift и вот эту часть верхнюю чуть чуть вот так вот плюс ним вот так вот и немножко ее сначала теперь поработаем наверное топологи мов топологи так что у нас тут по симметрии выходит давайте попробуем симметрично ее так вот чуть чуть изогнуть красиво вот так вот и тут немножко придать ей вот такой вот прикольный вид вот так вот и немножко ее вот так вот растянуть вот таким образом ну уже что то нормальное уменьшим теперь дров сайс и немножко вот тут вот так все таки еще прибавим вот так изгиб сделаем более его красивый вот тут выровняем вот такая штука получилась и вот тут уже можно его обрезать вот до этих пор вот так вот и немножко здесь его подмять вот сделать более его однообразным это потом по симметрии мы его прогоним весь этот чайник и будет все прикольно так эта часть есть теперь давайте добавим вот именно заднюю часть заморачиваться опять же не будем возьмем дубликат вот этой детали жмем саптулы жмем дубликат так жмем мов и перетаскиваем вот так вот теперь чтобы не заморачиваться его не переворачивать сделаем его так вот наоборот и с помощью мов вот сюда его так вот подставим отключим симметрию если у кого включена и чуть-чуть здесь вот подровняем так вот такая классная штука получилась ну теперь можно ее чуть-чуть тоже подкорректировать вот так вот и вот здесь где-то вот тут наверное обрежем приблизим и можно чуть-чуть ее тут откорректировать именно на горбу вот на этом чуть где-то вытянуть чтобы он более плавно смотрелся уменьшаем вот так дров сайс и чуть-чуть ее сглаживаем пусть пока не козисто не будем париться на эту тему ну и теперь по прошлому видео давайте так давайте откроем опять вот эту вот нашу спираль зайдем в не целая с и по поставим вот так вот теперь зайдем в радиус чуть-чуть его прибавим вот до сих вот таким образом так что у нас тут получается это у нас утончение зайдем вот этот вот эту за об офис офсет и вот эту часть вот так вот выровняем вот такая бушка получилось надо теперь ее немножко опять же подкорректировать так чуть-чуть вот так вот делаем смотрим что у нас получается в принципе прикольная штука вот ее и заберем делаем мейк полимеш и теперь заходим именно в наш чайник пардон лампа аладдина и жмем геометри так пардон жмем саптулы жмем аппенд и жмем вот эту деталь добавляем так покрутим ее немножко и немножко подкорректируем вот так вот и вот так вот ее немножко на ее место и и немножко сайза вот так вот так с помощью мов вот сюда ее подгоняем вот так вот ее ставим смотрится она конечно прикольно вот так вот утонченная но давайте ее немножко сделаем толще маскируем часть опять же мов и вытягиваем в эту сторону и теперь жмем control и ставим и вытягиваем в эту сторону вот так вот снимаем маску и корректируем уже тут вот так вот вот таким вот образом так ну и делаем давайте теперь мерч даун мерч даун саптула так смотрим объединяем вот это все дело делаем comprehensive так вот контроль так ну вот какое что то у нас получается давайте отеих удалим куп он нам пока не нужен или можно его М щупки перевести Так, и делаем теперь мерчдаун. Так, вот таким образом получается лампа. Что можно делать следом? Давайте её теперь выровним. Смотрим, где у нас симметрия. И немножко всё это дело подровняем. Да и ничего, вот такая вот вышла. Можно сделать ещё носик пустотелым. Всё это дело прорисовать узорами. Как это всё делается, я уже показывал. Ставим маску. И вот так вот, прибавляя побольше дивайдов, делаем поменьше драфсайз. И что-нибудь вот так вот рисуем. Ctrl-Z. Ставим симметрию. Или наносим рисунок уже с картинки. Ну и поехали порисуем немножко. Что-то вот такое малюем. Вот так вот. Ставим Ctrl-I. Заходим теперь в деформацию. И попробуем инфлаттеном. Вот так вот получается узор. Если сделать его более качественно, то прямо неплохо будет смотреться. И вот здесь что-нибудь, надписи какие-то надбавить. И выделить вот эти вот грани как-нибудь. Допустим, вот так маской её сделать. Вот так вот. Здесь, допустим, вот так что-нибудь там рисуете. Я, к примеру, покажу. Ctrl-I. И опять же, инфлаттеном. Вот так вот. Вот такой способ сделать лампу Аладдина. Можно ещё здесь навершия добавить, что угодно. Опять же, используя курбу вот эту. Вот так вот её что-то здесь намутить. Так, и вот так её давайте установим наверх. Немножко подгоним. Отключаем симметрию, у кого включенная. Вот так вот смотрим со всех краёв, как всё это смотрится. Смотрим ротацию. Смотрим опять же, мов. Так, и немножко её обрезаем. Всё, всем пока. До свидания. Вот такой способ делать лампы. Лампы.